Пожалуйста, говорите так же, как вы потеряете. Мне сказали, что Бертаусы считают. Когда батюшка, я стараюсь не мешать им. Понимаешь, я умышленно это делаю. Я умышленно отошел от этого. Я сказал, если только вы не будете считать две пропады, я сразу выйду. Они считают, когда одну, я тогда выхожу. Ну вот вы там-то выходите? Выходю, потому что одну, а здесь две считают. Ну так можно одну тоже оставить? Я не могу. Я из-за труса-то разное. Ну, одну такую, одну такую. Ну понимаешь, я уже отошел, я себя как бы застолбил, что я сказал. А сказал я определенно, что если буду читать меньше двух проповедей, то так. Ты вчера об этом молилась? Я не молилась. Я думала подойти к вам попросить. Вот честно говорю, я не молилась об этом. Я думаю, я подойду, скажу. Почему в Патеряевке говорите, а у нас не выходите? Только на собрании. У меня доверху, я молился об этом. У меня вдруг это откровение пришло. Самое главное в чем сегодня? Это чудо Ионы, воскресение Христа. А главное теперь, значит, против этого самый главный удар. Миллиарды людей ополчились на это. И теперь мы особенно здесь нужны сказать об этом. Я поэтому вышел сегодня и за златоустом взял слово. А я только вчера об этом подумала, чтобы вы вышли. Мне прям сегодня огнем просто полыхают внутри меня. Я решил выйти. Думаю, в какой момент, не знаю. Ага, вот какой. Я в это время вышел. Вот когда я к Богу пришла, когда мы еще молодые были, вы говорили слово, мы через это слово укреплялись, вдохновлялись. Все. А потом стали только читать. Ну, когда читают, это и интонация другая, и уже борешься, как бы только вот и слушать, вникать, и не заснуть. Ну, читаем, а все равно это монотонно, это долго. Надо, когда слово человек сам говорит, всем другое. Значит, тут два варианта. Аминь. Нужно войти в эту историю. Я на златоустом храме говорит, и мы как бы его слышим. Да, может быть, не та интонация, но так братья неплохо читают. Не, да неплохо, но читать и говорить разное. Ну, я уже им сказал, что я отошел, меня никто не запрещал. Мне даже ни одного замечания не было ни от кого. Я сам отошел, в угол забился, сижу. До этого ты говорил. Ты не раз говорила, почему никто не выходит? И, наконец, я сел, не поднимусь. И вот Виктор Андреевич тогда вышел, а теперь помогает. Это все к лучшему. Я не восхищаю это право говорить. Но никого нет, тогда на затычку, говорю, ты на безрыбе рак рыба. Вот поэтому я сегодня вышел и сказал об этом. То, что у меня здесь. Я получил ответ за 30 лет. У меня не было ни столько помощников, как сейчас. Внезапно. Просто новая Лена сейчас насчитывает. Там, ну, вот, Вячеслав особенно, это Семенов, больше всех. Я должен поделиться с Богом. Бог отвечает не сразу. У меня помощников всегда хватало. Но вот на это распаковать как? Самое главное у меня во всех ресурсах – это вопросы и ответы. Все остальное можно и считать, что я 50 томов насчитал. Это можно. Но ответить на это вопросы так никто не ответит. Почему? Другая жизнь. Я родился для этого. А они отвечают. Я слышу, кто там? Ткачев там. Ну, все, которые выступают в священнике. Ну, я могу перечислять очень много. Они никогда на это не ответят. Он говорит так вот, вот так, я думаю, то другое, как Юрасов. Нет. Я понимаю, пришли не ко мне люди, а пришли к Богу узнать. И, может быть, через меня он ответит. И поэтому я к этим ответам очень ответственно отношусь. Цитирую прямо в кавычки взяты правила, каноны. Святые отцы, все в кавычки берут. Жития святые в кавычки. Это не мое, я просто копирую. А дальше связующие слова даю. Вот вчера, ты выйдешь, сегодня увидишь там о библиотеках написано, мое стихотворение положили, сейчас на музыку поют. Все, новые люди подходят. Мне еще человек семь не хватает. Ты, может, поможешь. Я в этом не... Так надо еще, только считать готовы. Открывать, считать. Это вопрос-ответ. Так это надо снимать, это же... Я тебя на тебя выведу, на тебя. Я же работаю, я вот бегом, у меня столько времени нет. Ладно, ладно, ну ты имей в виду, я тебя не зазираю. А тут еще такое дело. Одна же приходит ко мне, наши двое здесь, вот сюда стоят на пороге, и говорят, мы тоже подумали, вот вас не будет, вы сейчас что делаете? Верстку книг сам делайте, набор делайте сами. Только корректировку делайте, в шотошопе сами работайте. А нам что? Я говорю, мне как раз этого не хватало. С сегодняшнего дня я все свои конспекты, книги по компьютеру складываю в кучку и в сторону. Меня все время надо это толкать. Я сделал с переплетчиком, реставратором. Кто меня на это толкнул? Была Ксения Ивановна. 50-й, она мои книги носила, ремонтировать кому-то. Ты сам можешь это сделать? Сделала из меня переплетчиками. А Алифтина меня подтолкнула, печатать где-то надо. Ты достань какую-нибудь машинку, достань, печатай. Что заказываешь-то? Достали там, она маленько там не так, чтобы печатать Алифтина. У меня все время женщины подталкивают. Я это имею в виду. Ты сам, если сможешь, ну сделай так. Потихоньку, медленно. Я никаким образом не претендую ни на что. Только когда нету двух проповедей. Вот тогда я выйду. А если совсем их нет, тогда я говорил на каждом благослужении две проповеди. Так как их не будет, книга-то лежит, всегда есть, возьмут и прочитают. Так я принял все, как есть, но сделать ни одного шага не сделаю. Я уже себя застолбил. Хотя бы иногда. Вот меньше двух проповедей, тогда не надо. Да, ну у меня такое состояние, у меня за 20 лет первый раз пришло. Ответ пришел. И я теперь остановился. Развлечения духов, соединяясь с воскресением. И все время с мусульманами. Увидел теперь, как сатана преобразуется и бьет в это место. В воскресение Христово. А он не умирал, не воскрес. Я вижу, что это один и тот же дьявол. Там, говорил, украли. А здесь, потому что самое главное, если он не воскрес, мы во грехах. Мы щужее друг к другу. Он нас не объединял. Благодарю. Все, спаси Христос. Спаси Христос тебя. Ну все, с Богом. Я тебе сказал, как ты ведешь занятия. Мне вообще нравится. Спасибо, Христос. Молодец. Сестра хорошая, ревностная такая.